В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Ход работ находится на непрерывном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас рабочие трудятся в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На вторую площадку запланирована доставка элементов в тоннели проходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города, внутри коллектора, разместили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также установили GPS-датчики. Кроме того, по информации регионального управления капитального строительства, в центре города на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время переустроят водоот диаметром 800 мм. Также переложат две газовые магистральные диаметрами 300 и 400 мм среднего и высокого давления. Они пересекают тоннели метрополитена, но вынос данных коммуникаций не предусмотрен в существующих локациях, смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. Позаботились и о компенсационных мероприятиях в отношении двух объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на улице Галактионовской, 107 и улице Самарской, 182. Так, на улице Галактионовской дом на усадьбе Мещан Оржановых, которому более 120 лет, планируют отсечь путем создания геотехнологического барьера между котлованным станцией и лестничным выходом. Это необходимо для ограничения перемещения здания, его защиты от влияния строительства станционного комплекса. Согласно проекту, запланировали работы методом струйной цементации грунтов. После бурения под основание дома, благодаря нагнетанию строительного материала под избыточным давлением, заведут грунтно-цементные сваи, устроят 42 вертикальные и 20 наклонных свай. На улице Самарской, где находится ОКН, постройки конца 19 века, есть необходимость укрепления грунтового массива путем пропитки грунтов. Здесь предусмотрены грунтно-цементные сваи, которые планируется устроить под наклоном в 9 градусов. Произведут цементацию основания, на опытном участке смонтируют так называемые манжетные колонны. А в дальнейшем, когда начнется проходка, можно будет производить непосредственно компенсационные нагнетания, которые стабилизируют дом при возникновении ненормативных осадков. Согласно нормативу, они возможны, но не более чем на 5 миллиметров. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться и до исторического центра, и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав. Недавно еще шесть вагонов отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт в заводских условиях. Обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. Это нужно, это важно, особенно тем районам, предположим, наш советский район, который бы хотел побыстрее добраться до центра города, до каких-то мест, конечно, добираться было бы и быстрее, и комфортнее. Терпеть не надо, просто подождать, когда будет более хороший, спокойный, свободный способ передвижения по нашему прекрасному городу.